Подстава или воровство старшего брата главы Камских полян судят за мошенничество в особо крупном размере. А честные под подозрением. Росприроднадзор ищет главный источник загрязнения городского воздуха. Школа есть, зебры нет. Родители возмущены отсутствием пешеходного перехода на оживленной дороге. Сладкий как никогда. Православные отмечают медовый спас. В храмах проходят праздничные службы. Сказочный мост, амфитеатры, входная арка. Что еще появится в обновленном автогородке и какое название ему дали нижнекамцы? С мотоциклов на футбольный матч. Нижнекамский нефтехимик поддержали местные байкеры. Это Нижнекамские новости в студии Лилии Егорова. Здравствуйте. Старший брат главы Камских полян Василий Павлов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, заявил журналистам о своей невиновности. По версии следствия, из-за него казна недосчиталась порядка 20 миллионов рублей. Из зала суда Наталья Лушникова. Учитывая, тем более, то обстоятельство, что подсудимый не согласен с предъявленными суммами причиненного ущерба, в связи с тем, прошу судебное заседание отложить и обязать явку представителя ГОП ГИСУ Гариповой, Зимфиры Рафиковны, приводом. Неявка потерпевшей стороны главного инвестиционно-строительного управления республики стала решающей. Судебное уже третье по счету слушания вновь перенесли. Дело громкое. На скамье подсудимых старший брат главы Камских полян. Мужчину обвиняют в том, что, будучи руководителем подрядной организации Камстройпроект НК, он похитил порядка 20 миллионов рублей, которые были предназначены на строительство рыбоводно-рекреационного кластера в зоне АЭС. В начале следствия подозреваемый вину признал полностью и просил рассмотреть дело в особом порядке. Но на первом слушании неожиданно заявил, что настаивает на судебном разбирательстве и допросе свидетелей. О причине столь резких перемен Василий Павлов рассказал лично. Подставили меня, да. Там без меня вообще все решили. В Казани, когда без меня решили, я захожу туда, напугали, говорят, если не будет признательных показаний, говорят, будете сидеть до суда полгода. То есть следователи? Да. А там уже бумага, когда я зашел, готовая была у меня. Вопрос о пропавших миллионах Павлов без ответа тоже не оставил. Да не исчезли. Работа сделана. Я экспертизу, строительную экспертизу, как проводили, я и не видел. Я не видел, я не знал об этом. Меня и не приглашали на экспертизу. Вот мы просим с адвокатом, чтобы нам провели повторную экспертизу. Василий Павлович, мы все комментарии будем давать потом с вами. Судя по тому, с какими заминками продвигается судебный процесс, эти комментарии мы услышим еще не скоро. Слушание перенесли на 31 августа. Наталья Лушникова, Евгений Лызаев, Новости НТР. Бывшему директору детской и юношеской спортивной школы Рамирю Булатову Верховный суд о Татарстанах смягчил наказание. Ранее Нижнекамский городской суд приговорил мужчину к двум годам заключения за превышение должностных полномочий. По материалам дела, в 2015 году известный в городе тренер и борец начислял себе зародную плату и премии за других людей. Ущерб муниципалитету составил более 700 тысяч рублей. Рассмотрев апелляцию, Верховный суд Республики, принимая во внимание смягчающие обстоятельства у подсудимого вторая группа инвалидности, множество наград и к тому же начал размещать причиненный ущерб. Исключил из обвинения статью злоупотребления должностными полномочиями. И заменил Нижнеканцу реальный срок наказания на условный на один год и восемь месяцев. Росприроднадзор проводит административное расследование в отношении Нижнекамска-Нефтехима. Ищет доказательства вины в загрязнении Нижнекамского воздуха. Последнее время в городе стоял сильный запах. По версии специалистов, основной источник загрязнения это биологические очистные сооружения. Подробнее наш корреспондент. Целую неделю нижнекамцы жалуются на неприятный запах в воздухе. В связи с этим у многих ухудшилось состояние здоровья, появился кашель и даже аллергия. За ответом, кто или что является главным источником загрязнения экологии в городе, мы обратились к специалистам, которые взяли пробы воздуха на биологических очистных сооружениях. Внеплановый выезд Росприроднадзора на биологические очистные сооружения напрямую связан с многочисленными жалобами местных жителей. Специалисты взяли пробы воздуха, чтобы отправить их на анализы в лабораторию и выяснить степень его загрязнения. Предположительно, основным источником загрязнения стали коллекторы ХЗК-2, так называемые, принадлежащие Нижнекамску-Нефтехиму. Сейчас, в настоящий момент, Росприроднадзор проводит административное расследование в отношении нефтехимы. В данное время нижнекамские специалисты собирают всю необходимую информацию, в том числе и материалы самого предприятия, а также все данные об аварийных выбросах за последнее время. Все результаты будут отправлены руководству в Росприроднадзор города Казани. После их оглашения будет принято решение, приедли на честные сооружения казанская проверка или нет. Если будут какие-то превышения предельных норм, то обязательно с нашей стороны административные меры в рамках административного кодекса, кодекса об административных правонарушениях. Параллельно мы будем работать по направлению приостановки деятельности. То есть есть рычаги воздействия на предприятие. Кристина Матвеева, Фахри Исламов, Новости НТР. Завтра рабочие приступают к ремонту Соболяковской трассы. Сначала к подготовительным работам. На дороге, ведущей от города до промышленной зоны, снимут верхний слой асфальта. К концу недели проезд в этом направлении полностью закроют. Движение будет организовано по левой стороне. До промзоны также можно будет доехать по дороге в районе БСИ. Ежедневно пассажиропоток туда составляет от 25 до 30 тысяч человек. Поэтому водители просят быть внимательнее и заранее выбирать маршрут движения. Родители, чьи дети пойдут в новую школу, опасаются за жизнь своих детей. На протяжении двух микрорайонов нет ни одного пешеходного перехода. А трасса там довольно оживленная. Последней каплей терпения стал ответ на портале госуслуг. Там говорится, что зебра появится только в следующем году. С обеспокоенными родителям встретилась Алсуа Расланова. Мы живем в этом доме, а школу построили здесь. Пешеходного перехода нет. И как мой ребенок будет переходить, я не знаю. Я не хочу бояться постоянно, каждый день за него. Перестать бояться хотят и остальные родители 44-го и 45-го микрорайонов. 1 сентября их дети пойдут в новую школу. Но вот дойти туда большая проблема. Дома и учебные заведения разделяет оживленная дорога. Люди устали ждать, когда здесь нарисуют зебру. День знаний уже на пороге терпения родителей на исходе. Последней каплей стал ответ на заявку в госуслугах. Я обращалась к госуслуге, написала заявление. Нам администрация ответила, что будет только в 2019 году у нас пешеходный переход. Здесь ни одного пешеходного перехода нет. Светофора нет. Машины не останавливаются. Пешеходов не пропускают никогда. Ближайший пешеходный переход находится около торгового центра Эссен. От Крайнего дома мира 109 до сюда около километра. От зебры до школы еще 700 метров. Даже взрослые ленятся обходить и переходят дорогу на свой страх и риск. Дети тоже вряд ли будут наматывать такой круг. Причем школьники этого даже не скрывают. Я сейчас прихожу в новую школу и, наверное, не буду все обходить вдоль и поперек. И просто буду перебегать. Я не хочу опаздывать на уроки и все обходить и буду переходить, когда машина не будет. То есть ждать, пока машина закончится, не будет ехать и перебегать. Родители просят к новому учебному году на этом участке нарисовать зебру, поставить знак и сделать искусственную неровность. Если дорогу не обезопасят, то им придется действовать самим. Ну не знаю. Остается только единственный один выход. Это 1 сентября выходить с родителями вместе на дорогу, закрывать дорогу, пока наши дети не перейдут дорогу и все. Больше выходов никаких не видим. Такие меры не потребуются. Официально ответ нам дали в дирекции единого заказчика. Пешеходный переход около Дома Мира 45 сделают до 1 сентября. Две остановки полностью. Поставим знаки пешеходный переход полностью. И сделаем зебру. То есть нарисуем пешеходный переход. Это будет равноценный пешеходный переход. Но сразу, заранее хочу сказать, чтобы уже уходя вперед, то есть в 2019 году будет перекресток Тридцать Победа Мира. Будет реконструироваться полностью. На новом микрорайоне дорога будет делаться. Это пешеходный переход перейдет на перекресток. Алсу Арсланова, Марсель Джураев, Новости НТР. Об этой теме нам сообщили телезрители. Если у вас тоже есть о чем рассказать, звоните нам по телефону 40 07 70. Пишите по WhatsApp 8 917 93 73 077. Или на наш сайт ntrdefis24.ru. В поселке для многодетных семей около Чайки орудуют воры. На днях на одном из участков неизвестные похитили железные трубы, предназначенные для строительства забора. Ущерб составил более 10 тысяч рублей. И это далеко не первый случай. Кражи на территории частного сектора происходят постоянно. Многодетные родители возмущены происходящим. И в следующий раз обещают написать заявление. Многодетные берут кредиты, чтобы построиться. И кто-то бессовестно просто приезжает наглым образом, зная, что на данный момент никого здесь не будет, воруют. То есть у нас есть предположение, что мы видели две газели, полные забиты металлом. Как бы описание есть. Я с этими людьми общалась, у кого украли. Они говорят, что мы напишем заявление в полицию. Надеюсь, полиция будет содействовать нам. Православные отмечают медовый спас и начало двухнедельного успенского поста. Во всех православных церквях и храмах Нижнекамска прошли праздничные службы. Самая главная традиция – это освещение меда. Анастасия Шакирова продолжит тему. Анастасия – девушка, каких сейчас мало. Студентка столичного вуза свои летние каникулы посвящает другим людям. Точнее, детям. Работает за символичную зарплату в православном лагере вожатой. Сегодня вместе со своими воспитанниками приехала на большую праздничную службу. Бог есть любовь. И дети, которые посещают воскресные школы, которые входят в храм, которые верят в Бога, они знают, что такое доброта, что такое любовь. И сейчас это, особенно в наше время, это очень важно. Во всех церквях и храмах сегодня прошли большие праздничные службы. Православные отмечают медовый спас. Его еще называют праздник изнесения креста Господня. Именно 14 августа. В IX веке в Константинополе из сокровищницы выносили крест, и вплоть до праздника Успения люди могли поклониться святыне. Лучший праздник мы им всегда пост держим. И стирка обходим. У нас стирка хорошая. По уже вековой традиции в этот день принято освещать мед. Нижнекамцы на службу принесли банки со свежим сбором. Потом этим медом нужно угощать нуждающихся людей. А еще сегодня пекут медовые пряники, сладкие булочки, облитые медом. Готовят овощные блюда из кабачков и картошки, салаты из помидоров, огурцов и зелени. Делают холодные супы, окрошку и свекольник. Такая легкая еда как раз подходит для начавшегося поста. В августе у нас три больших праздника. Первый спас второй, второй яблочный будет 19-го числа и третий. Первый спас этого праздника начинается Успенский пост. С сегодняшнего дня и до 28 августа, до праздника Успения, православные христиане постятся. Этот пост по своему уставу очень строгий, как приближается к великому посту. Он посвящен Божьей Матери. И в это время мы стараемся тоже прийти в церковь, поисповедоваться, причаститься, стараться воздерживаться от плохих дел, от грехов. Медовый спас считается молодежным и детским праздником. Раньше в этот день молодые люди ходили по гостям с песнями и танцами. Каждый праздник приносит нам радость. Сегодня у нас очень много здесь в церкви деток, что тоже очень радует, что они приходят сюда, молятся, знают молитвы, поют их. В общем-то, радость на душе. Хотелось пожелать каждому человеку, чтобы каждый день жизни нашей мы что-то доброе могли сделать, чтобы мы исполняли Божьи заповеди, чтобы Господь благословил нас жить в мире со всеми людьми, со своими ближними, на добрые дела. С праздником всех нижнекамцев. Анастасия Шакирова, Евгений Лазаев, Новости НТР. Зажигательная пицца и 40 бургеров одновременно. 30 августа Нижнекамск отметит не только День Республики, но и День Рождения города. Организаторы готовят для горожан массу сюрпризов и праздничных мероприятий, в числе которых выступления российской музыкальной группы «Пицца» и гастрономический фестиваль. Празднование Дня города начнется с парада, который уже традиционно пройдет по проспекту Мира. Но в этом параде добавится еще одна колонна четвероногих. Впервые в шествии примет участие клуб собаководов Нижнекамска со своими питомцами. Далее по планам организаторов праздник переместится в парк нефтехимиков. Он станет центром гуляний. Здесь пройдет сразу два фестиваля. Первый – короткометражного кино. В списках есть «Урюк и курага». Фильм, съемочной площадкой для которого стал наш город. Сейчас о его показе ведутся переговоры. Второй – гастрономический. Повара 14 нижнекамских ресторанов будут показывать мастер-классы, устроят бесплатную дегустацию и покажут настоящее кулинарное шоу. Представляет такую технику топ-хоп. Будут делать одновременно порядка 30-40 бургеров на глазах у посетителей. Ну, очень интересно будет. А топ-хоп же пива там будет? Нет, пива нет. Нет, пива не будет. Как же пива без пива? Ну, вы знаете, большое скопление людей, массовое скопление людей. Мы ограничиваем продажу спиртного не только в этом месте, но и по всему проспекту мира, по всех магазинах. Организаторы обещают – весело будет и без горячительных напитков. Подготовлена большая концертная программа. Сначала публику будут развлекать местные артисты. Закончится же праздничный день выступлением группы «Пицца» и «Салютом». Это ли не счастье, но душа летела над дужами, но не апреля прослужен быть твоим смертельным оружием. Меняется в этом году и идеология Дня города. Ключевым словом праздника станет счастье. Все мероприятие вокруг слова «счастье», то есть счастливые люди, счастливый день города, счастье в ладошках, счастье у нас, счастливые вместе и так далее. То есть очень надеемся, что это понравится. В целом же в этот день праздничные и спортивные мероприятия будут проходить во всех парках города. Ориентировочно с 13.00 до 18.00. Наталья Лушникова, Рафаэр Акипов, Новости НТР. Также в день рождения города в рамках уличного фестиваля покажут фильм «Урюк и курага». Картина, снятая в нашем городе, завоевала 4 награды на международном фестивале. За лучшую режиссуру, мужскую и женскую роль, второго плана и еще спецприз. Сюжет фильма о девушке, которая из столицы возвращается домой в Нижнекамск. Для нее родной город стал тесным, она ощущает дискомфорт. Интрига заключается в том, что происходит нечто, что заставляет ее поменять взгляды на свое прошлое. Съемки фильма проходили в Нижнекамске. Массовки принимали участие обычные горожане. Нижнекамск Берега станут чище. Нижнекамцы примут участие в проекте федерального масштаба по очистке берегов на рек и озер. Сегодня в здании МФЦ прошло первое рабочее совещание с участием экологов, русского географического общества, волонтеров и жителей города. Обсуждали организационные моменты акции. Нужно собрать порядка 100 человек. Работать придется минимум 2 часа. Также к очистке будут подключены водолазы. Провести акцию планируют 28 августа в час дня. Первый объект – озеро Каракуль, или, как его называют в народе, Пионерское. В пользу случаем я хочу призвать жителей близлежащих сельских поселений, которые находятся около этого озера, а также владельцев садовых участков, которые тоже находятся на территории, рядом с этим озером, также принять участие в этой акции. Нижнекамский автогородок будет носить название «Велики». Такой вариант предложило большинство горожан. Сейчас там полным ходом идут строительные работы. По задумке архитекторов он будет напоминать сказочную Голландию. Ход работ курирует Айдар Медшин. На строительной площадке кипит работа. Уже видны очертания будущего моста. Раньше он выглядел так, а совсем скоро преобразится до неузнаваемости. Мост станет выше и обзаведется двумя башнями. У нас появляется замечательный мост, сказочный. Старый мост был немножечко, скажем, построен не по правилам. Он был низковат, и дети не могли под ним кататься. Это будет высокий мост с двумя башнями. Будет напоминать, наверное, Пражский мост. А еще здесь появится привокзальная площадь, входная арка, амфитеатр. Но самое важное – автогородок сохранит свою тематику. Пропаганда безопасности дорожного движения среди детей и подростков. Новшеством автогородка станет игровая площадка с резиновым покрытием. Конечно, ждем, потому что нам негде погулять. Хотим, чтобы быстрее сдали. Жду, чтобы наконец-то достроился, чтобы было где погулять, покататься. На реконструкцию автогородка из республиканского бюджета выделено 96 миллионов рублей. В этом году в программу благоустройства общественных пространств вошел не только город, но и Нижнекамский район. Первый наш населенный пункт, или сельское поселение, одно из самых больших, чтобы не сказать, что самое большое, это Афанасово. Вот там мы создадим первый, реализуем первый этап общественного пространства, который в следующем году планируем завершить уже полностью. Камские поляны, экопарк, который тоже первый этап. По задумке архитекторов, автогородок станет не просто образовательным центром, но и сердцем микрорайона. Здесь будут проходить городские праздники. Парк будет открытым для всех. Можно будет прийти с собственным велосипедом, самокатом, появится и пункт проката. Завершить капитальный ремонт автогородка планируется в октябре этого года. Теперь у него будет новое название – «Велики». С такой инициативой выступили нижнекамцы. Ульяник Матулина, Рафаэль Ракипов, новости НТР. Байкеры поддержали нижнекамских футболистов необычным способом. На мотоциклы с флагами «Нефтехимик» они проехались по улицам города и пригласили горожан на футбольные матчи. Какая реакция была у людей, оправдал ли себя «Автомодопробег», расскажет наш корреспондент. Уже четыре года Валерий ездит по бездорожью. Мужчина профессионально занимается внедорожным спортом. Пыль, кочки, полное отсутствие дорог. Для него это самый лучший отдых. Мы занимаемся активным отдыхом. В общем, настоящий отдых должен быть. Кто-то ездит на море, мы покоряемся в дорожье. Донис – настоящий байкер. Брутальный образ и дорогой мотоцикл. А начиналось все с обычного детского увлечения двухколесным транспортом. Сейчас это уже стиль жизни. Не спорь для меня, я с 12 лет на мотоцикле езжу. Давно езжу и езжу. Мне нравится. У байкеров свой круг общения – тесный. Нередко это увлечение становится семейным. Молодой человек этим занимается. Я в том году также сдала на категорию А. Тоже хочу в дальнейшем кататься по цикле. Когда эти ребята едут по дороге, на них смотрят все. Вот и этот совместный пробег байкеров и водителей на внедорожниках заметили многие. А значит, цель достигнута. Цель этого мероприятия – привлечь людей на стадион, чтобы люди из любопытства, увидев этот пробег, подумали, задумались над тем, что это значит, что это такое. И увидев эмболиум футбольного клуба, пришли на стадион и поддержали команду. Атмосферу пробегу добавляли развивающиеся флаги нефтехимика, который, кстати, в день автопробега вырвал победу у соперника. Анастасия Шакирова, Фахрий Исламов, Новости НТР. Далее новости спорта и прогноз погоды. Напоминаю, связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70. Пишите на сайт ntrdeviz24.ru. У меня на этом все. Спасибо, что вы с нами. До свидания. Сегодня в новостях спорта. Реактор завершил серию товарищеских матчей с Хакачелной. Нижнекамские болельщики поедут в Тольятти. Об этом не только сразу после рекламы. Компания «Память». Изготовление памятников, облагораживание могил, ограды. Установка на любом кладбище республики. Выезд агента на дом. Низкие цены. Компания «Память». Мы располагаемся на въезде на городское кладбище. Зонт? Нет. Сапоги? Нет. Плащ-палатка? Только ветровка. Летним вечером, в походе, в дороге, в гостях. Всем нужна ветровка. Удобная и незаменимая. Все размеры, все расцветки. В отделе 111. ТЦ «Перезка». В отделе 111. 111. А еще летнее пальто и много-много летних вещей. Для девушек и бабушек. Ура! На телеканале НТР обзор спортивных новостей. В студии Кирилл Довкаев. Здравствуйте. Наша старшая хоккейная команда свой первый предсезонный турнир завершила. Молодежка к выездам соревнованиям еще готовится. Реактору предстоит отправиться в Нижний Новгород. В преддверии выезда на нашу молодежку встретилась с командой ХК «Челны». Ранее команду встречались и в предыдущем противостоянии молодежь Нижнекамску вступила опытным челнистам 1-2. До этого на выезде в «Челнах» реактор с таким же счетом победил. Три шайбы за игру не самая высокая результативность для хоккея. Но вот в третьей встрече результат был крупнее. В игре на малой арене достаточно долго забить и тем ни другим не удалось. На 12-й минуте реактор все-таки открыл счет, а к перерыву удвоил преимущество. Но держать лидерство в счете нашим не удалось. То есть на экваторе «Челны» отквитали одну шайбу, а в конце второго периода и вовсе сравняли. 2-2 в третьем периоде. Играли на скоростях и весьма остр. Товарищеская игра больше походила на матч серии плей-офф, что сыграло на руку болельщикам. Было зрелищно. Но вот дальше челнисты омрачили настроение трибун. На шестой минуте гости повели в счете, а за 10 минут до финальной сирены уже ввели с двукратным преимуществом. Наши вратаря меняли на шестого полевого игрока, но это забить не позволило. Шайба ворот челнов предательски не залетала, в отличие от гостей. На последней минуте ХК «Челны» проявили в пустые ворота реактор пятую шайбу. Основное время завершилось со счетом 5-2 в пользу челнов. После серии буллитов в сухую команду держались до последнего броска. Этот бросок снова оказался удачным для челнов. Мы пытались, конечно, навязать свою игру, но я еще раз повторюсь, именно в завершающих моментах у них за счет того, что мастерства чуть побольше, они уже и бросают более нацеленно, и своевременно, скажем так, бросают поворотом. А наши ребята немножко еще уступают в этом компоненте. Домашние товарки закончились. Дальше команде предстоит отправиться в Нижний Новгород на турнир памяти Рогова. Стартует соревнование 21 августа. В продолжении темы хоккейный клуб расстался с двумя игроками, сообщает официальный сайт «Нефтехимика». Расположение команды покинул Евгений Скачков, который находился в «Нефтехимике» на пробном контракте. Напомню, Скачков принимал участие сначала в молодежном лагере «Нефтехимика», а после и в предсезонных сборах команды. Минувший сезон 33-летний форвард начинал в «Югре». В 28 матчах регулярного чемпионата он набрал 7 очков при показателе полезности минус 12. Под руководством Андрея Назарова Евгений играл в «Челябинском тракторе». Также официальный сайт клуба сообщил, что защитник Александр Сорокин в обмен на денежную компенсацию перешел в «Альметьевский нефтяник». К «Нефтехимику» игрок присоединился в ходе прошлого чемпионата и в 7 матчах набрал 1 очко. Футбольный «Нефтехимик» готовится к выездному матчу. Напомню, 17 августа нижнекамская дружина в Тольятти встретится с местной «Ладой». Сейчас «Лада» Тольятти в турнирной таблице зоны «Урал-Приволжья» дышит в спину «Нефтехимику» и располагается на третьей строчке. Но здесь при равном количестве очков у нашей команды есть игра в запасе. Да и в отличие от «Лады», «Нефтехимик» пока что идет без поражений. Как и в прошлые матчи, на эту игру нижнекамские футболисты отправятся не в одиночку. Футбольный клуб снова организует выезд для всех поклонников нашей команды. Выезд абсолютно бесплатный, вход на стадион тоже. Отъезд в Тольятти будет происходить возле стадиона «Нефтехимик» ровно в 8 утра в день матча. Для того, чтобы записаться на выезд, вам необходимо связаться со специалистом по работе с болельщиками Дмитрием Марагой по телефону 8-917-8-6-4-3-5-1-6. Заключительный этап марафона «Здоровье» состоялся на пляже «Кама». Организатором мероприятия является региональная общественная организация «Общественная организация творческой молодежи Республики Торстан». Нижнекамский марафон стал для гостей пляжа настоящим подарком. Участники смогли попробовать свои силы в спортивных и интеллектуальных конкурсах. Был проведен мастер-класс о правильном питании на тему «Как есть все, что хочешь, и быть здоровым». Все участники мастер-класса получили в подарок дневники здоровья. Заключительным этапом марафона стал товарищеский турнир по пляжному волейболу, в рамках которого сошлись самые сильные команды города. Игра выдалась по-настоящему насыщенной, заставила поволноваться болельщиков. По окончании волейбольного турнира победители получили заслуженные награды – медали и кубок проекта «Марафон здоровья». На сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире «НТР. Прогноз погоды». Я же с вами прощаюсь и напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70, а также посредством нашего сайта ntrdefiz24.ru. До встречи в эфире. Спонсор выпуска – магазин «Сервисный центр Технорай». Магазин «Сервисный центр Технорай» – это Ноутбуки, компьютеры и для работы, и для игр. Это Ремонт компьютерной техники. Это Любые комплектующие. Работаем с 1996 года. 15 августа в Нижнекамске солнечно. Максимальная температура воздуха плюс 23 градуса. Ветер западный до 4 метров в секунду. До конца недели сохранится солнечная погода. Спонсор прогноза погоды на канале НТР – торгово-сервисный центр «Технорай». «Технорай» предлагает приставки и антенны для эфирного и цифрового телевидения. Магазин «Сервисный центр Технорай» – это Ноутбуки, компьютеры и для работы, и для игр. Это Ремонт компьютерной техники. Это Любые комплектующие. Работаем с 1996 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова